хотел бы продолжить вот предыдущую тему насчет чубой сам его деятельности но вот давайте немножко проанализируем на мой взгляд вот этот человек чему он не взялся он везде все пароли он пришел врау из во первых вот знаете такого вы знаете вот плутовства там никогда не было у нас вот как вот сказать ну вот как страшно обезьяна с граната также страшен коммунист с компьютером я считаю что вот они когда лженаукой объявили компьютеры вот да вот у них может и хорошо потому что страшное дело когда происходит в руки компьютер там-то затеялось такое полуплутовство но я начну с того что у нас никогда такого не было при в годы застоя чтобы в чеке бибрали исчезали записи как только путину как только чубойс влез на должность рау яс там сразу происходить вот такие вещи дело в том что отчетность по квартплате было предельно простой люди не парились там была последняя цифра она была решающая вот заплачено по такой то ты мог не хранить сейчас у меня три папки то и это это мне надо нанимать работника который бы сканировал вот эти все документы исчезающие записи я должен использовать свой компьютер свое оборудование все и все мы этим и благодарны господину должны быть чубойсу именно с него все это началось именно с него и стараниями может быть господина грефа тоже все это и продолжается вот я как бы вот хочу сказать также знаменательными его событиями ну нельзя не отметить как он вообще руководил рау яс значит я не слышал особо чтобы у нас как даже вот эти застойные наши динозавры коммунисты ну такая страна громадная ничего нету тут каких-то их достижений ну как-то вот одна электростанция водилась то другая то 5 10 это нормально ну друг другая страна если бы с рыночной экономикой она их пять раз больше было водила например ну соединенные штаты имеют гораздо больше а там допустим электростанции чем мы но и другие гетеротехнических сооружений хотя я считаю что возможности у них для этого гораздо меньше вот но понимаете началось крупномасштабное строительство зданий пофиг тому что значит крупномасштабное строительство зданий а сама как бы система она никогда и не улучшалась вообще вот здание душевые для секретарша для каких-то помещений я там был да очень так даже для секретарша отдельные душевые в там все было создано замечательно вот как это повлияло на работу электростанции которые были лишены вы таких средств во первых нормального учета да да там же должны быть какие-то документы какой-то вот сколько деталь такая-то проработает вот компьютер же легко может определить что да вот до такого-то числа а после такого-то числа над счет там делать пошевелить неужели такую систему если чубы все было трудно он мог бы обратиться ко мне вот я бы ему все сделал потом можно было бы выдать что как бы это он сделал все поток у нас обычно коммунистов и бывает но однако вот только его прозвучала отставка как разорвала в клочью саяно-шушенскую газ убита 70 человек конечно виноваты стрелочники коммунист чубы с ни в чем не виноват не повинны это коммунист а я еще хочу сказать так же вот его ну как бы фамилия по моему она то явно прибалтийска и с присутствием его на политической карты значит рост рост вот этого фашизма вот этого эсэсовских вот этих режимов какая-то их подпитка внутренняя вопреки интересам россии вопреки как издевательства над населением она какая-то продолжалась и даже говорилось причубайся что это же молодые республики эсэсовских надо поддерживать понимаете их надо подпитывать вот 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 она лицо вот коммуниста вот лицо и тысячу лет голосуйте за коммунистом будет тоже самое я могу сравнить пришествие коммунистов только с нашествием чингисхана батыя которая длилась 300 лет а у нас сейчас сто лет и она продолжается и вот многие неудачи с вами ну как бы связывают с путина моя скажу что все его неудачи и проистекают что он как-то неразрывно себя связал с вот этой кпсс и считает что вот главная угроза это вот полковник в очков там с этим с арбалетом понимаете вот они вот эти вот люди которые чубой с немцов у которого обнаружился вот соратник по партии господина чубой со у него обнаружился миллиард после смерти долларов не рублей конечно вот и значит их это у них была организована была правой силам партия туда входила также вот такая мадамы известная команда японка по происхождите ну вот если бы вот партия встала у власти то мы бы прощались с курильскими островами сто процентов я думаю но и госпожа хакамада она и действует от как азазель и вот и и она выступила одним из адептов таких приверженцев вот такого вот учения что легкие наркотики надо разрешите я сам слышал это вот пожалуйста вам это надо чтобы ваши дети стали наркоманами голосуйте за коммунисты коммуниста чубайся там еще за его друзей там за дочь коммунист 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 собчак или ну еще кого-то там значит за наруса вы или еще там понимаете вот например вот его друзья там там скажем госпожа нарус окончалась бандеровка она вот насколько я послышал вот насколько имею сведения что там публикации были если это не фейковые что она там с проклятиями русского народа что крым ну дочка и и по крайней мере определенно на стороне бандеровцев что крым надо путина судить и крыма так сказать отдать бандеровцев а этих как холопов там русских ну как бы отдать на усмотрение госпожи тимошенко которая сказала я их там из всех изничтожу ядреной бомбой вот у нее там она и кидреной бомбе стремится и вот тоже дочка коммунистки и таксопарком там крупным руководила как и кептельман настоящие фамилии да вот госпожа кептельман да вот 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 это вот вот вся эта компания кстати говоря о то насколько я понимаю брат господина чубайса вот борис что ли его зовут он тоже за я насколько вот слышал и понял что за возвращение крыма что у него там проклятие в отношении путина что вот путин отнял у бандерляндии крым и вот какое безобразие вот как эти посмели крепостные крестьяне чего-то там голосовать какое-то свое иметь и мнение когда христианские демократы как амерки рекорд считает что правильно что беременную женщину сожгли в одессе и надо так и в крыму сделал и фосфорные бомбы бросать и стратегическими и тактическими лак ракетами лупить по вот этим все как они считают сепаратистами ну вот бандеровцы сейчас ищет сепаратистов я не знаю какие могут быть большие бандеровцы чем сепаратисты понимаете ну это как вот щекотила бы искал стал бороться против маньяков и стал брик искать вот 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 это примерно то же самое то есть вот если мы хотим погрузить свернуть себе совершенно мозги давайте навального давайте чубаса давайте их во власть вот вот это все вот это он стремится к власти он должен быть навальный вот это вот все сказать а он ничего же не смог сказать ходил даму и его элементарно двумя пальчиками по его собчак посадил на шейник и он начал да вот как вы мне сказали собчак так я и буду делать ну вот замечательно ну вот хочу еще один у меня конечно нет сейчас следственной группы что проследовать все вот это и высветить все вот это вот все вот эти миражи которые на мой взгляд вот господин чубас не иначе вот нам преподносит очередной раз вот я хочу сказать одну динную просто факт небольшой господин глазе по моему бывший коммунист потом партия справедливой россии это та которая подмахивала кп это и кпрф зюганова и вот это господина провел две лекции вообще никакой не ученый никакой не этот и в результате получил 700 тысяч долларов 700 тысяч долларов да вот это нормально почти миллион грубо говоря неплохая прибавка пенсии вот я вот хочу сказать вот по моему сюда и расходится вот эти вот деньги а потом нам скажут хрю дому он нам показал какой-то телефон там и я и вообще не понял преимущество этого телефона вот я тоже могу вот смотрите у меня супер супер пупер телефоны вот вы не понимаете просто я вот вот телефон сто раз лучше и чубы сайте телефона он нужно сломать трубками все замечательно все хана все обсуждение вот примерно состоялась вот это вот я не понимаю там почему эти там телефоны не продаются где они чё сколько страны купила и и вообще чего продается понимаете то есть вот ситуация вот к сожалению она вот выглядит таким образом теперь по вообще по руководству рау если это вот вандализм это какое-то тотальное преступление я считаю что я хочу объяснить что не все удавалось коммунистам задавить не все коммунистам удавалось разумную выгорчивать нашелся человек который уникальный использовал географическое положение россии и создал рау с как единый прибор не как отдельный компания понимаете то есть а единый прибор пусть вся линия наша проистекала тянулась из одного конца мира до другого вот как рау с тянулась и естественно когда на одном конце у нас была ночь и потребление было ноль то электроэнергия перекачивалась другой конец ни одна страна соединенные штаты так довольно большая страна они так не могут и ни одна у нас только такое чудо и было поэтому электроэнергии у нас до пришествии чубайса стоило копейки воцарение чубайса сопровождалось какими-то страшными действиями то есть прибор вдруг начали приватизировать создавать там разлинные компании представляете вы в своем телевизоре будете какой-то который является один прибор а вы там будете вот процессор это одна компания экран это другая компания сопротивление какой-нибудь переключатель третья компания действует они как хотят как им сбредет в голову понимаете я сам за рыночную экономику но при этом не надо быть балбесом и если где-то диктуется что хорошо бы быть государственной компании то это выгодный и рационально ну так если там как вся система как действует как трубопровод как линия электропередач сверх мощная смех дальние и так далее то почему же не пользоваться преимуществами географического положения россии мы могли это конечно и другим странам мощно помогать развивать все эти 30 лет рыночные экономики но к сожалению мы уже бы наверное полмира снабжали бы электроэнергией имели бы доходы но к сожалению мы имеем фигу с маслом может быть мы имели бы линии перекачки и других мощностей из других стран решали бы множество задач но к сожалению опять-таки фига вот ну вот если вот дело в том что мы много трудимся много русские работы но приходит коммунист чубы приходит чуваш ленин там или еще там или у там бланк там какой-нибудь бронштейн там вальцман кому-то сын коммуниста да и и потом все это идет а прахом и будете еще тысячу лет граждане голосовать за коммунистом будет вам большая фига вот рад бы был ошибиться но будет так и не иначе везде хорошо где их нету понимаете вот знаете в это время вот когда чубы с руководил выходила такая передача куклы там и озвучил такой уникальный артист у нас сергей безруков он там играл и не роль чубы с его он там вот это действительно так ярко показал как чубы с вот и ведет типа по пустыне людей и там возникает мираж и он от на одного миража переводит к другому и вот он такой ловкий он так вот разводит вот замечательно я думаю что этот образ абсолютно соответствует вот образу господина чубы с я вот хочу сказать ну как вот так получается что брат его он получил от путина все и вся обратно его как-то вроде как на стороне бандеровцы ну вот как так а если наши так друзья в кавычках сорос там рокфеля захотят устроить владимиру владимиру чем майдан до путину майдан захотят устроить до рассчитаться с ним как каддафи они вполне могут они же очень у нас мститель за неповиновение за за стремление хозяйствовать самостоятельно самостильно не не подчинение так сказать мировым структурам и порядкам это серьезное преступление с их стороны вот кто сомневается что господин чубы будет хлопать души и кричать как госпожа клинтон вау я вот лично не сомневаюсь понимаете то есть вот ну слабость нашего как был это режима то что знаете когда путин говорит я медведя поймал до кутона его и не пускай понимаете то вот как бы я думаю что конечно вот наследие коммунизма нас еще будет вот очень долгое время тяготить и так сказать растрачивать наши жизненные силы наше время которое утекает сквозь пальцы и как говорил александр суворов нету ничего ценнее дороже время самое дорогое это время время уйдет вы его не никак ничем не вернете я думаю что надо просто на все вопросы взглянуть по-новому и то что было и как бы вот я думаю вот знаете я отличаюсь от тем что от других там политологов очень умных иногда но я всегда говорю то что надо делать я в то же время скажу что есть и положительная работа навальна обладая какими-то супер связями с разведками иностранных государств и вытаскивает интереснейшие данные ну это одна польза конечно нам могут попад подкинуть и дезу но можно же подчеркнуть и много интересно а другой самый важный момент он и может быть и не хотят того а сделал некоторые положительные вещи то есть я вот когда слушал митинга и выступления вот этих ребят молодых многие говорили очень искренне очень не меду и кажется что там не было притворства просто как бы молодые я бы свое время не могли втянуть я занимался довольно долго по политикой и был патриотических организациях сколько мы там не долбили наша молодежь торговала только сигаретами ничего знать не хотела и а вот сейчас вдруг пошло поколение которое может быть и часть из этого поколения только как бы деньгами там интересуется навального и средствами а может быть действительно их интересует политика понимаете поэтому я думаю что правильно нам как бы перетянуть молодых ребят на свою сторону как бы чтобы не по не просто что так обмануть или что ты чё что-то что-то навязать а чтоб они просто не наделали ошибок не повторили те казусы ляпсусы девяносто первые девяносто пятые годы когда вся страна там проголосовала и захотел за голосовать за генерал лебедя который имел ранение а вот за пять за коммуниста ельцина по уйдем стены проголосуем ну проголосовали ночью ну и живем в общем то плюс-минус бедно по сравнению с западом наверно было я более чем уверен что была бы ситуация другая да ну да когда вот он затушил вот этих бандеровцев приднестровья когда он не стал там церемониться как соглашение с ними подписан они просто вывезли грузовиков 10 трупов после общения с генералом лебедя и заткнулись и заткнулись просто и все и молдавского народа не стали потому что большинство я думаю вовсе не хотят никакой войны хотят простого сотрудничества дружеских отношений наверное не мечтают о великой молдове до тихого океана так сказать вот как бы может быть даже и мыслит как об улучшении каких-то интеграционных связей вот и может быть цене что вы не стали творить над ними насилием собственно говоря никто бы им не позволил мне ни одна страна не сказали не позволила бы так вот взять и уйти нет этого не было бы понимаете потому что 500 лет было рабство молдовы и пока не пришли русские войска и с этим рабством не покончили понимаете то есть и это были кровопролитнейшие войны потом говорит русским чемодан вокзала это просто наглость понимаете вот но как бы мы не стали применять силу мы не стали по-любому надеюсь что здравые люди в молдове это должны оценить и я хочу сказать что если бы там как мыслили все как кантемир свое время датчик благородный и когда царь петр первый поспешил он попал буквально в беду когда он спасал вот и вот эти чубы они все бруют там рождает какие-то вот эти вот ссовские режимы вот они все время не успокаиваются вот его брат дать крым забабахаем обратно бандерляндии вот мало там джугашвили отдали умов а вы теперь опять же второй раз крым скажем да вот с бессовестными глазами скажем ну и что что вы голосовали а мы вас продадим вот и все вот вот чем нам предлагается вот если мы вот эти ну вот еще близкий человек к чубойсу господин чубойсу к немцову но тоже наша позиция это господин кудрин который говорит что у нас не ужасная как мне кажется медицина и вот это вот скворцова не устроила нам собой а у нас замечательная прекрасная медицина люди черти знают вокруг меня почему-то наверное мне не везет я смотрю люди 50 50 лет умирать так не умирали понимаете то есть там 50 60 лет смотрю человека не там 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 у него вот все замечательно и как бы он как бы говорит кудрином вызваны измените мы коммунисты мы деньги ваши сожрали и стратили которые должны были идти на пенсионные отчисления а содержать мы можем пенсионеров только вот обманным путем за ваш счет то есть у вас избирать не то что с эксплуатации вот каких-то пенсионных предприятий что они что-то на протяжении столетия должны были откладывать эти деньги при вот взгоды застоя аж забиралась у человека 99 копеек это официально 1 копейка это был его закон вот так вот так мы замечательно жили так от зарплаты до зарплаты как говорится вот это машины шестерки вот типа этого вот эти позорные до которые сейчас при это даже какая поношенной это супер богатые люди это участки многие брезвы а это тогда были супер богатые люди вот вот это власть коммунистов вот хотите власти коммунистов пожалуйста вот вот так мы хорошо жили и продолжаем в общем-то же все что мы непосильным трудом создаем мне кажется вот какие-то чубайсы немцовые вот эти вот ханкоматы регулярно собчаки там спускают в унитаз и все не было наркомафии вот она пожалуйста нате получите вам наверное какие-то правоохранительные органы наверное долго работали как-то боролись она все равно каких-то формах было но ее практически не было с их воцарением с этой вот комсомольской братья с этих вот ходорковских вот прочих разных хороших деятелей кавычка ну что вот господин чубость позиционирует себя еще так же как большой борец к с коммунизм як ну вот я считаю что вот это чистое детище ммм это вот чистое детище чубы со понимаете она разрослась как раковая опухоль так хорошо прям пушисто разлохматилась и после того как все таки все кончилось каким-то ядерным взрывом экономическим когда чем 50 кончили жизнь самоубийством а другие которым я говорю что таких процентов не бывает вот коммунисты говорят что мы в нас такое образование было так см и здорово а я когда им говорил что 800 процентов не бывает они в игре ты дурак там понимаете то есть вот они же умные были они же образованы ниже зюганов учил там под что вот такой у них базовая а я со школы знал что это такого не бывает понимаете то есть они вот тоже в тех же школах зюгановских но я потому что наверное много книг читал кроме они слушал пропагандон ства вот все это как коммунячья понимаете краснобайство вот это чубайса и прочих комсомольцев вот поэтому как бы вот я это ну и что случилось что случилось сразу же вот эти люди по что они сделали они тусера еще до нас плевали все виноваты казались они решили наказать всех они побежали голосовать за пришествие вот этих чубайсов зюгановых прахановых и в результате зюганов ехал господин ходорковский это чудесненько все профинансировал с господином березовский кто там был председателем там у нас дом и там вот этот вот фамилию его немножко упустил там коммунист коммунист у нас помощник помощник березовского ну ладно я вспомню на пишу потом внизу ну который еще рекламировал то смешной а рыбкин рыбкин товарищ рыбки вот помощник березовского тайны тогда а он возглавил и вот они приняли в году ходорковского выкупе акции так что вот мои акции были просто изъяты по закону коммунистов принудительно 95 акционерных обществом семьдесят пятый да по моим статья вот у а выкупе акции были вы просто изъяты и носили да и все ну попробуйте конечно можно было что-то как-то это оспаривать ну вот мэр петухов которому памятник он на наш неблагодарный народ русский не не поставил который организовал героическое сопротивление люди у него там без зарплаты вскала с комсомольцем ходорковским к сожалению был убит в день рождения ходорковского печенкиным вот как раз охранником господина ходорковского вот если вы хотите вот это это все времена чубы со время чубы хотите таких приключений давайте у него расчет что вы нифига этого не видели не знаете и хотите вот как бы и вылетите вот в этом все поверите в вот еще один такой молодой такой супер чубы из тоже господин прохоров помните его ее мобиль ну как она ездились на этом ее бобили он горит а вот я только буду президентом сейчас пойдет не оба бель потом он его на помойку выкинул и все всего доброго до свидания на сегодня все а